Вместе в школу детей соберем. Акцию под таким названием инициировало Управление социальной защиты населения Старого Оскола. Помощь оказывается детям из многодетных и малообеспеченных семей. Подробнее Григорий Миронов. Татьяна Владимировна Мазолина, мать-одиночка, воспитывает шестерых детей. Самостоятельно собрать ребят в школу женщине сложно. На помощь приходят соцработники. Нашу семью уже знают, в принципе, все в собесе. Так что нас приглашают на эти акции. Очень хорошо, что в школе хоть рюкзачки можно взять, можно еще что-нибудь, вещи можно какие-нибудь взять. Большое спасибо, хоть люди заботятся о детях. Новые рюкзаки со всем необходимым для занятий. Наборы констоваров, одежда. Всем этим поделились с детьми крупные предприятия, предприниматели и просто неравнодушные люди. Сегодня за помощью пришли 30 семей. Но акция только началась. К примеру, в прошлом году перед началом учебного года в Управление соцзащиты обратилось больше 400 нуждающихся. Хотелось бы, чтобы предприниматели, чтобы жители города откликались на акцию чаще, обязательно помогали нуждающимся детям. Это не обязательно какие-то большие наборы. Это может быть просто небольшой набор констоваров, какая-то школьная форма, блузка, туфли. Мы любой помощи рады. Я думаю, что наши семьи и дети будут тоже очень благодарны. Любую помощь можно приносить в Управление социальной защиты населения. Акция «Вместе в школу детей соберем» продлится до конца сентября. Григорий Миронов, Сергей Кириченко. Новости мира Белогория.